Кронштадтский десант Луизы Васильевой, жительницы их города, которая лечилась от рака в 31 больнице. Приехав, поняли, что есть необходимость делать это постоянно, несколько раз в год. Когда мы начинали, у нас вплоть до того было, что каждого донора потом обзванивали, приглашали. Была острая нехватка в донорах. Только что разговаривала с заведующей, и она сказала, что, наверное, первый раз за очень много лет, когда начало года, началось так хорошо по количеству доноров. В движении набрало популярность, и теперь добровольцев организаторы могут собрать за одну неделю. Как сейчас, например, когда понадобилась помощь онкобольной Екатерине Скрипниковой. Через соцсети подключились и жители Петербурга. Появилось немало постоянных участников, которые уже сдают кровь, независимо от акций. Сдав 400 грамм крови, я для себя ничего не потеряю. Мне не станет плохо. Но при этом кому-то может действительно это поможет. В 31-й больнице доноры нужны всегда, особенно после длительных праздников. В среднем хороший показатель здесь 250-300 человек в неделю. Такие организованные акции помогают не только не допустить дефицита крови, но и популяризировать донорское движение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова